Вопрос такой, как вы думаете, во сколько времени вот один такой танец может быть? Часами! Ну, в принципе, не за любого вопроса, по-разному, по-разному. Вот такие танцы, такие танцы, они, в принципе, обычно дольше 10 минут прятают, что есть танцы. Ну, мы, например, сейчас играем по 3-4, как обычно, да. Если говорить про... Есть формы, опять же, которые, например, вальсы, фольги, их там по 2-2 часа, если живем танцевать. И прятки есть, есть одна очень интересная прятка, групповая Тимоня, ну, что-то слышал, да? Курская, с региона Попсёлья, вот. Есть такая история, ну, эсмотивная, что когда закончилась война 9 мая, то это был танец такой самый праздничный, самый яркий, который все знали и до сих пор его танцуют. Но вот когда закончилась война 9 мая, говорят, что они ее танцевали трое суток без перерыва. То есть менялись, приходили музыканты, сменяли других люди, уходили, выходили, там переодевались, спал, кто-то приходил, но танец не прекращался пройсуток, я уже не знаю, насколько это правда, но я в этом могу поверить. При том, что физически его тяжело очень, на самом деле, удерживать. Там прям брали с собой на Тимоне несколько комплектов сменных рубах, потому что просто они все были мокрые. Ну и, в принципе, эти танцы, они, да, вот тут тоже такой интересный момент, что соединяется вопрос такого вот, как сказать, вот этого русского характера, да, там, раздольности, разгуляльности, да, с танцуальным этикетом, потому что при этом всем, например, у парней, у партнеров, да, очень часто были платочки, платочки эти были нужны для того, чтобы, когда он берет вашу позицию, он подкладывал его под руку, потому что руки на пять, во-первых, люди в поле работали, а во-вторых, просто, ну, вот, потеешь, да, и чтобы не испачкать одежду, одежда была очень дорогая, деловалася вручную, там были правила, как приглашать, и вот, ну, то есть все, на самом деле, было продумано, ну, походу, чуть-чуть еще буду рассказывать, и что-то еще хочу сказать про то, что вот те танцы, которые были с переходом в самом начале, это, еще раз, это был же такой игровой момент, и вот на современных танцевальных мероприятиях мы их часто делаем, но вообще в алтентике, в традиции, в основном танцы были без перевода, кто скажет мне, как, почему? Мы тут уже не знакомились, а все-таки познакомились. Да, потому что основная эта цель для этих всех мероприятий, вот, есть очень хорошее слово, синкретичность традиционной культуры, что все ее элементы, они связаны, например, да, я играю на гармошне не просто то, что мне хочется, потому что вам хочется потанцевать, а те, кто танцуют, они еще параллельно то, что я делаю, это танцуют все, кто поют, все, кто танцуют. Вообще, очень часто эти танцы, они именно сопровождались припевками, теснями, и очень-очень часто, да, а при этом надо было себе вышить костюм, а от того, какой на себе костюм, зависит, как ты будешь двигаться, потому что есть тяжелые шерстяные пайловы, в которых будут движения, да, тяжелые, а есть любенькие виситцы в сарафане. А еще к этому всему добавляется и другая часть культуры, а то, что это все развлечение, в основном, молодежи, ну, ходили и молодые, там, женатые тоже люди, но в основном это была молодежь, неженатая, и на этих мероприятиях, собственно говоря, выбирали себе пару, да. Это были такие, один из способов провести смотрины, приглядеться, конечно, там и родители советовали, и были специальные праздники, которые предназначались для этого, но вот эти танцуальные, игровые песни, все вечера, которые называются вечерки, которые проводились в выходные, не по вечерам, в буднике, не по вечерам, они были предназначены, в первую очередь, для этого. И поэтому, в принципе, было логично, что нужно было себе выбрать пару, с ней танцевать уже дальше, нет, сныц его постоянно, нет, да, поэтому я говорю, что это больше какой-то характер, игровой, значит, вот этот элемент снега. Давайте дальше двигаться, следующий танец будет не по сезону, так скажем, потому что он называется, суббота, а у нас сегодня с вами по-моему среде. Занимайте интервалы, да, смотрите, ну, наверное, не было. Этот танец, ладно, сначала станцуем, потом про него расскажу. Значит, позиция, вот у нас позиция, ноги смотрят нас в одну сторону, по линии танца, против танки, здесь у нас музыка такая. Значит, что у нас здесь происходит? Здесь уже будет, опять же, вот я вспоминаю. Здесь будет с... Ну, я тогда с нижней ноги, наверное, не поймем, скажем. Вот нужно пойти к другой ноге, вот практическим путем я сейчас, ну, вспоминаю видео, как бабушки танцуют, и что мы, ну, как бы, практически вспоминаем. Значит, я начинаю с левой, партнерша начинаю с правой, с нижней ноги. Сейчас, мы еще чуть-чуть покажем, потом повторяем, да? Два шага вверх, четыре шага вверх, и в четвертом шаге мы разворачиваемся, у нас внешние ноги, теперь смотришь в обратную сторону, мы с них идем дальше. Давайте теперь вместе. Партнеры с левой, партнерша с правой. Приготовились. Раз, два, раз, два, три, поворот. С внешней, снова назад. Раз, два, раз, два, три. И вот смотрите, вот эта руководитель была здесь, и вот мы на нее вышли на открытую позицию. Опять, по агентации смотрим, мы с первой открытой позиции. Все в нее пришли, есть ли мы на открытую позицию. Значит, следующее движение. Идет движение, ну, очень широко известное, но без определенного названия. У нас в фольклорности, где мы назад поссорились, померились. Поссорились. Померились. На тройном. Смотрите. Сейчас чуть-чуть показываешь. Опять же, раз, два, три. Раз, два, три. Поворот под рукой. Все, на тройном. Раз, два, три. Раз, два, три. Поворот под рукой. Почти всегда поворот под рукой. Идет по концу. При этом все, без мокрича. Тоже важная такая титань. Вот это движение, поссорились померились, оно делается с небольшим продвижением. Не на месте. Раз, два, три. Раз, два, три. Поворот. То есть движение, как вы хотите, на той же клее, чуть-чуть засунули. И так еще не хочу смотреть. Смотрим. Смотрите, когда мы последний раз повернули, вот здесь нужно успеть схватить на руку. Опять встать и вот встать. Третий раз. Третий раз. Третий раз. Третий раз. Да. Встать друг к другу. И теперь смотрите. Вот мы встали. Та-та-ра-та-там. Пам. И опять на тройном переступании начинаем с партнера. Я говорю с партнера, пацаном говорю, конечно. Левая рука вперед, правая рука назад. И тройное переступание с поворотом вправо. Раз, два, три. Потом мы встали. Раз, два, три. Да. И теперь смотрите, внимание. Сейчас посмотрим. Раз, два, три. Раз, два, три. И теперь у меня опять пошла левая вперед, но я правую отпускаю и поворачиваю, плотнешь под рукой. Раз, два, три. Раз, два. И небольшой такой вопрос. Давай. Раз. Целиком. Покажу, чтобы обороты. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И два раза вот эти движения повторяем. И за вторым разом. Раз, два, три. Там. А, меня это не надо. Нет, все. Мы уже смех почти на снимке. Да, начало другое. Это другое другое танцы. А если ты рекомендую, то это нормально. Значит так. Я не ищу. Целиком надо показать? Да. Я заново всегда. Значит, у меня есть хороший белорусский друг. Это хореограф тоже. У них белорусские правила трюфе. Почу, побачу, повторю. Посмотри. Послушал, посмотрел, повторю. Поэтому давайте сейчас, значит. Вы сейчас меня послушаете, теперь посмотрим, да? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры подогнал «Симон»